Здравствуйте, меня зовут УТВик. Я хотела бы вам задать пару вопросов. Первый вопрос. Что вас волкновило на создании и организации «Перспективы»? Надо сказать, что до создания «Перспективы» я уже занималась защитой прав людей с инвалидностью в России. И в этой работе я увидела, и мы с коллегами, потому что у меня была тогда небольшая команда, это была американской организацией, и мы увидели, что вообще молодежь с инвалидностью не вовлечены в общество. И нам очень захотелось продолжать, но нам хотелось что-то сделать, как-то это изменить эту ситуацию. И поэтому мы вместе решили создать «Перспективу». Ну, это вот на великлавный. Мы поняли, что это был 97-й год, и мы поняли, что очень много осталось делать, чтобы, конечно, улучшить жизнь для людей с инвалидностью в России. Ну, это поэтому создали «Перспективы». Спасибо. Второе вопрос. С какими трудностями в течение создания организации вам проходила старость? Ой, много трудностей. Ой, ну, может быть... Самые основные, которые выражаются в России? Ну, мне кажется, ну, во-первых, финансирование сложно, потому что в России не было программы, такой грантовой программы. Гранты – это финансирование, которое ты получаешь, общественная организация получает, для выполнения конкретного проекта. И не было именно в России, и до сих пор не очень, но мало таких программ. И поэтому мы, конечно, все время обращались в какие-то зарубежные фонды. Но это постоянно был такой поиск финансирования для того, чтобы поддержать наши программы. Но, наверное, сложности просто в том, чтобы и реализовать какие-то проекты, чтобы получить поддержку от государственных таких служащих, ну, от чиновников, от людей, которые особо не верили в то, что мы начали делать. Например, идея социального подхода к инвалидности, может быть, вы сегодня услышали немножко, и Дайан об этом говорил, по-моему, это основа именно новой конвенции о правах людей с инвалидностью. Основа – это социальный подход, что есть барьеры вокруг, и что нужно ломать вот эти барьеры, чтобы человек смог с инвалидностью участвовать в обществе. Ну, отношения и вот физические барьеры. В то время вообще многие люди, и не только чиновники, но и общество, не было готово это принимать. И поэтому, конечно, возникали сложности в том, чтобы что-то изменить, чтобы нас приняли. Даже простой пример. Иногда мы ездили в другие города, мы с коллегами там на колясках, и однажды женщина нам сказала, вы не имеете места в этом. У нас был билет, но был узкий проем. Мы не смогли попасть в этот поезд. Мы говорили, ну, вы должны что-то придумать. Все-таки мы купили билет, давайте, ну, подумаем, может быть, еще какой-то есть другой вагон. Она вообще не хотела с нами общаться. Ей было все равно, она сказала, вы не попадете, и все. Поэтому, к сожалению, тогда было такое отношение, когда люди совершенно не были готовы общаться, принимать людей с инвалидностью. Слава Богу, многое изменилось, но это тоже одна из таких больших трудностей. Спасибо большое. И, конечно, у меня есть вопрос. Лично вы знаете, если бы мы встретили фею. Встретили фею, да. И она могла бы исполнить одно ваше желание. Это, конечно, сложное. Так, одно только. Так, ну, если вот одно желание, наверное, я все-таки, да, но это, скорее всего, все-таки будет связано с работой. У меня было бы желание, чтобы все стало хорошо, условия, да, доступность везде стала отличной. И все правильно, в смысле, там, пандусы, съезды, чтобы там была везде доступность, автобусы были доступны, чтобы за один день все стало прекрасно, все школы стали доступны. Потому что я думаю, что нам все-таки потом проще будет решить вопрос об отношениях. Потому что отношения тоже большая проблема. Но я думаю, что если мы решим вопрос о доступности, мы сможем, ну, вовлекать детей, людей, там, взрослых в общество проще. И с ним поработаем, и тоже изменится отношение и других людей в обществе. Поэтому я бы сделала доступно все. И только если феи мне гарантируют за один день они все сделают доступно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!